Всем привет дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня у нас в гостях игрок с ником Statist na Twinkie. Играет он на новеньком ПТУРЕ 9 уровня Т-92Е1. Играет он уже в топовой комплектации, то есть это топовая пушка с возможностью использования ПТУРов, так сказать, противотанковые управляемые ракеты. Я вам хочу сказать, что после того, как я посмотрел это побоище, я реально пожалел о том, что я когда-то не вкачал себе Т-49 и не катал на нем по фану. Мне казалось, что он какой-то, ну, такой себе не попадает, не пробивает и так далее. Когда-то еще давным-давно я прокатился у своего друга на этом Т-49, и мне он вообще не понравился. Я там в упор несколько раз не попал. Итак, ну да ладно, вернемся к сражению. Вы видели, только что ПТУР КУМЫС, точнее, я не знаю, как это назвать, в общем, управляемая ракета, кумулятивная, залетела по Тигру-2 прямиком в верхнюю лобовую деталь на 555 урона. Я вот здесь немножечко пробежался по его ТТХ, но в первую очередь меня интересовало его орудие, и я просто ахнул. А дело в том, что у него просто сумасшедшее бронепробитие. У него есть подкалиберы, как основные снаряды с бронепробитием в 240 мм и альфой в 560. А вот что касается кумулятивов, те, которые можно наводить на цель самостоятельно, у них бронепробитие составляет 340 мм. ПТУР КАРЛ, это больше, чем у ИСА-7. Это просто что-то невероятное. Наверное, разработчики попытались как-то забалансить этот тур и сделали их кумулятивными. Ну, типа, знаете, там на экранах где-то разрушились, где-то на гусенице и так далее. То есть решили, что это как-то может забалансить данную ситуацию, туроводство. И, друзья, что еще немаловажно. У кумысов, тех, которые летают сами по себе, у них альфа такая же, как и у подкалиберов, а именно 560, что просто не может не радовать. В общем, ладно, ребятки, давайте уже вернемся к сражению. Все-таки что-то я заболтался, я весь на эмоциях, на впечатлениях от этого новенького, легкого, фугасного монстра. Итак, что мы видим? Счет 2-4. У нашего бойца уже есть практически 2000 нанесенного урона. Сзади с направления СТ заезжает 704-й. И держи, дружище, по бочине тебе на 570 нам с копейками, если я не ошибаюсь. Здесь вот Т-28 Дефендер перестреливается с нашим мини-маусом. Ну и тебе достанется, дружище. Правда, не от нас, а от маусенка. Итак, друзья, счет уже 3-5 не в нашу пользу. Да что ж все так резко сливаются, а? В итоге нашему бойцу придется противостоять в одиночку против 4-х. Здесь вот вафля. Ой-ой-ой, как здесь повезло. Она фугасом не дала на фулку. На самом деле, мне кажется, что этот танк будет не так уж легко фугасить. Потому что лоб у него имеет неплохие углы наклонные. К тому же, вот мы видели, что в борт стреляла вафля и урон не прошел, как таковой, на фулку. Ну да ладно, снова ПТУР использует наш герой. На 542 отоваривает бедного вафлевода. Да что ж такое? Что за беспредел намечается в рандоме, друзья? 44-й там что-то стоит, выцеливает. Видимо, побаивается уже. Уже видел, что может этот Т-92Е1 сделать. Поэтому он как-то вот с опаской здесь стоит. Видимо, вафлю вперед пропустил. Но бедняга вафля отправилась в ангар. Сзади 704-й заезжает и на 650 с плюсиком отоваривает нашего беднягу. Ну, ничего, держись, дружище. Сейчас ПТУРом по тебе залетит. На тебе, отправляйся в следующее побоище. У нашего бойца остаются всего лишь какие-то крохи по хитпоинтам и аж целых два противника. 44-ка въезжает и почему-то не стреляет. Видимо, наверняка хотел давать. Да уж, 44-й, лучше бы ты давал куда-нибудь на отмашь. Понадеявшись на рандом. Потому что иначе ты отправился в ангар. Итак, друзья, остается последний противник в виде Тигра 2. Но вы уже видели, что ПТУР Т-92Е1 спокойно пробивает Тигреныша в ВЛД, в НЛД. Ну, в общем, в лоб. То есть у него каких-то проблем с пробитием Тигра 2 нет. Поэтому сейчас все зависит только от мастерства нашего бойца. Ему, в принципе, не нужно сближаться с Тигром, чтобы пытаться, как на Т49, выцелить какие-то уязвимые зоны. Все, что ему нужно, это выждать. Ему нужно как-то заставить Тигра 2 совершить ошибку. И так пытается наш боец здесь как-то забайтить его на выстрел. И да, удается, удается. И прямиком в лоб отправляет кумулятив. Опять же, друзья, просто в лоб Тигра 2. Этого тяжа, я напоминаю, недавно заапали так, что заныл весь рандом. А тут какой-то маленький легкий танк, оснащенный ПТУРом, на изи пробивает Тигр 2 в лобовую проекцию. Я, конечно, не хочу ванговать там или как-то каркать. Но мне кажется, что касательно бронепробития, то в ближайшие там, ну, 1-2 патча будет нерв. И так, Тигр 2 здесь завтыкал и получил снова управляемой ракетой прямиком в Бортянку. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие вот новые ПТУРы. Мы еще обязательно с вами дойдем до Шеридана. Мне очень интересно посмотреть, что вытворяет он в рандоме. Ну а на этом у меня все. И да, кстати, у нашего бойца не так уж много боев. Это действительно ТВИНК, но справедливости ради хочу отметить, что в команде красных был такой же Т-92Е1 на ТВИНКе. В общем, друзья, все более-менее честно. Еще раз всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал и до скорых встреч.